Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и новоиспеченный блогер Елена Счастливая! Вот такое скромное приветствие. Я пригласила Леночку, вы, кстати, просили давно, когда она снималась в моих видео. Еще на старой квартире, кто помнит, все говорили, Лена, Лена, когда ты откроешь свой канал? И тададам! У нее есть свой канал, ссылку на который я оставлю под видео. Что ты снимаешь на своем канале? На своем канале я снимаю различные уходы за лицом, за волосами, за телом. Также я тестирую фикс прайс продукцию и рекомендую ее вам, либо не рекомендую. И я думаю, еще будет много идей, много всего интересного, все в процессе. Так что подписывайтесь, я уверена, вам понравится. И вы любите фикс прайс, и сегодня видео фикс прайс. Супер-мега-крутые новинки. И начнем мы с чего? С чего? С того, что меня просили на самом деле снять. И я сейчас это достану, и мы с тобой вместе это оденем. И в этом будем снимать видео. Ого! Та-дам! Я ни разу в жизни не надевала парик, кстати. Тебе голубенький. Я взяла голубой и розовый, потому что, в принципе, голубой цвет и розовый сейчас для меня актуален. Ну, по привычке я одену для себя розовый цвет. Для меня не сняли эту штуку. А ты голубой, ты как раз в голубой чинсах. Я тебя, конечно, не отпущу так на улицу. И еще кто-то из моих подписчиц, блин, они не сняли в натуре, я что буду с такой штукой сидеть? Одна из моих подписчиц сказала, Селена, там новые парики, обязательно померь, пожалуйста, их. Так, вот это челка, да, я так поняла? Челочка, корешечка. Достаточно густой вроде, да? Не как там будет сейчас. Так, челку поправишь. Я реально с этой штукой буду... Ну ты пока поправляй, сядь поближе. Посмотри, посмотри, как в зеркало, я пойду отрежу эту штуку. Так, сейчас я тут разберусь с челкой. Не, кстати, че, я очень даже ничего. И типа у меня такая прядь висит беленькая, ну типа это так надо. Глянь, мне идет голубой. Глянь, оно железное. Прикольно. Я уже и забыла себя с корешкой. Такая бахматая. Да? Ну это такой творческий беспорядок, типа. Сейчас же модно. Прочешусь. О! Девочки, эта штука железная. Она ни хрена не снимается. Блеска, ну ё-моё. Меня подставили. Вообще она не снимается. Да, у меня жарко в нем в этом парике. Я вам скажу. Снимается. Веселый сантиметр. В лифте застряла. Да. Так, давайте я тогда, ладно. Шик блеск, красота. Тра-та-та. Тра-та-та. Мне сразу, знаешь, это захотелось. Это в Японии, да, вот так ходят? В париках, любят аниме. Ну, переодеваются. Да, вот прям. Как-то ты красиво сделала, а у меня что-то погулять так захотелось. Да, по Японии. Я понимаю, ты как красиво сделала. А как ты так челку красиво положила? Где челка, ё-моё? А челка в какую-то сторону? Не ту, в левую, да? Ай! Это челка, вот она. Подожди. А челка, кстати, вообще не в ту сторону какую-то. Вообще она должна быть сюда. Ну да, но меня тоже, видишь? Я не могу видеть. Слушай, ну в целом прикольная вещь, да? Единственное, выдает вот эти парики, выдает то, что... Знаешь, сделала на бочку их, да? Ты сейчас разлокматишься снова. Я же сам такую укладку сделала. Блин, ну что это такое вообще? Ну что это за хера там? Вот здесь вот у меня. Ну пофиг, ладно. Я не знаю, как мы будем видео снимать. Вот так вот и будем снимать. Ну в общем, как тебе парички? Ой, хорошо. Хорошо, да? Мне нравится. Мне идёт розовый, тебе очень не понравилось. Нет, ты такая пушистик вообще, классная. В общем, единственное, что выдаёт, что каниколоновые вот такие парики, они очень сильно брестят. У меня есть лайфхак, можно это всё запшикать, либо, короче, вот это вот сухим шампунем. Он очень хорошо матирует. Ну мы попробуем потом это, да, в конце. Ну поехали дальше. Давай начнём с коробничка. На, открывай. Что это? Что это? Это корзинки. Одна корзинка вот такая вот классная, компактная, для белья грязного. А вторая корзинка... Похоже на игрушку, да, какая-то красивая? Нет, это детская корзинка. Паровозик. И очень плотненькая, смотри. Видно, да, картинка. Я её взяла, уже знала, что она классная, именно потому, что она открытая стояла, то есть вот эта штука внутрь. Да. Она открытая стояла, я уже посмотрела, что она плотненькая, хорошая. Вот, чёрная. Видите? И у неё вот такая вот закрывашка. О, она классная. Для Денькиных игрушек. Да? И здесь она, глянь, какая-то даже моющаяся немножечко, да? Глянь, я не видела такой. А там есть ручка? А, глянь, девочек. Нет, машинки только красная и жёлтая. Вот такие. Классно? А сколько стоит? Где там цена? 199. Естественно, всё хорошее стоит 199. Нет, ну классная, реально классная. Крутая вещь, да. Сейчас сложу Денькиной. И ручка здесь, вот что прикольное. Даже если под кровать куда-то положить, поняла, вот так вот тащишь и всё. И можно так закрыть и сверху ещё что-то не очень тяжёлое поставить. Да. Супер. И вот такая ещё, смотри, штука. Это я уже у кого-то в видео увидела, мне понравилось. Очень много крутых расцветов. Я взяла вот такую вот сердечки. А ещё там была полосатая белая с розовым. Кстати, в этом фикс-прайсе я встретила одну из своих подписчиков. И ей большой привет. 199 рублей стоит. Смотрите, вот так вот она компактно всё выглядит. Здесь ручки, которые застёгиваются. И если вы их открываете, то... О, красота. Ловкость рук и нет. Так оно не опускается, оно держится. Реально классная тоже штука. А, хотя сказать, её можно и постирать. Наверное, её не постираешь, да, из-за колец? Ну, я думаю, можно. Почему? Ну, можно. Если девочки кто-то стирал, покупал, то обязательно скажите нам. Единственное, запах такой не очень, да? Ну, да. С сыростью немножко даже пахнет. Вот с сыростью, да. Вы прям, да, розовенький класс. Мне класс, да. Адобрёмся? Адобрёмся. Так, для ванны, короче, я взяла за 99 рублей. Всё хочется пощупать, да? Сейчас дам, потрогать. Короче, у меня со временем, на самом деле, всё время я понимаю, что вот такие штучки нужны. Это для щёточек. Я смотрю, они всё равно у меня на раковине валяются, хотя у меня есть полочка, где есть такие штучки уже, но там другие щётки, гостиные лежат. А мои всё время на раковине, и я подумала, что надо взять. Пластиковый? Пластиковый, да. Там были ещё, кстати, не пластиковые, но я решила взять пластиковый, потому что Денька уронит, он всё время любит залазить на ванну, да? То есть вот такой стаканчик идёт, красивый, розовый просто. Цвет классный. Да, мыльницы не знаю, как бы я особенно мыльницы не пользуюсь, но красиво, почему нет, да? Такой приглушённый розовый, класс. Это называется пудровый. 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 И вот такая вторая, вот с отверстиями. Пусть стоит, и пусть наша мамина щётка, Дэннина щётка и моя щётка, вот три щётки, которые всё время на раковине валяются. Вот, 99 рублей я взяла пластмасс. А, за 99? Я думала, за 119. 99. Класс идея. Класс. Ну вот как раз здесь наши все щёточки, а здесь наши пасты. И мынка. Очень симпатично. Ещё, смотри, взяла прокладки. Может, их не надо показать. Для ванны ещё взяла ватные диски. Взяла два вида. Я такие же покупаю. Я видела, да, что ты вот эти покупала, недавно видео твоё видела. Так, а чем они тебе нравятся? Всем. Они прошитые? Они не прошитые, но у меня это не смущает. А вот я люблю прошитые. Ну ладно, всё, это не прошитые, а чё прикол у них? Что они... А, они ультрамягкие. Написано, что они ультрамягкие. А сколько они стоят? 27 рублей. Прикольно. А я ещё взяла вот такие диски ватные. Они вообще с витаминами, представляешь? С витаминами. С комплексами витаминами. А, Е, Ф. А, Е, Ф. И они прошитые. Вот это вот мои любимые. А сколько они стоят? Эффект прошитого края. Я не поняла, что за эффект. Мне не нужны эффекты, мне нужно прошитые. Ну они как будто бы прошитые. Что значит как будто бы? Нормально? Это значит, что как будто бы. Они как будто есть текст, ё-моё. Короче, да, у них эффект, что типа они прошитые. Небя раздели, детка. А на самом деле они не прошитые. На самом деле они просто вот здесь вот так вот. А, кстати говоря, прошитые, по-моему, вот такие, только фиолетовые. Или розовые. Или розовые, или фиолетовые. Вот точно вот эти слов. Я видела, что они прошитые. Так, ультрамягкие. Ну чуть-чуть помягче есть. Да? Помягче. Ну, наверное, да, немножко. Не сильно так заметно, но немного, да. Эти нормальные. Сколько вот эти стоят, не знаю, может чуть-чуть дороже. Да, вот эти 55 стоят, по-моему. 55, эти 27? Да. Здесь 100 штук, а здесь 160. Да. То есть 200 штук можно купить на 55 рублей. Это дешевле получается. А суть одна и та же. Не прошитые. А ты прям смотри, что я взяла для ванны, для стирки. Ласка? А я такую маленькую не видела. Ласка! Я думала, Ласка, я давно не мечтала. Вообще, 500 миллионов. Я вообще Лаской только и пользуюсь. Но это, смотри, это, кстати, для стирки, гель для стирки. Это не для полоскания. Я именно гелем для стирки пользуюсь. Который сохраняет вещи, да? Сохраняется? У меня черный, Ласка для черного, Ласка для белого, Ласка вот это вот. А ты фикс прайса берешь? Нет. Я не брала. Я брала в магнит косметики большую, 3 литра. Ну, таких малюток я не делаю. А ты не помнишь, сколько стоят? Я брала по акции за 400 рублей 3 литра. 3 литра за 400 рублей. А я взяла 77 средства для стирки. Это же оно? 77 рублей. Ну да. 500 миллилитров 77 рублей. 140 литр стоит. Ну, так она и стоит, в принципе. 150 без акций. Да, ну так и без акций. Нет, ну сам прикол. Что она маленькая, да? Что она маленькая. Можно попробовать. Ее можно куда-то брать с собой. Очень мило стирать. Сохраняется. Короче, ну тебе нравится, Ласка, да? Сохраняется цвета реально? Я взяла именно для сохранения цветов, потому что я в последнее время заметила, что я очень часто стираю вещи, свои футболки, на ней какие-то принты красивые, рисунки, цветные вещи. И думаю, блин, а если так часто стирать? Нет, нет, ты что? Порошок, который обычный порошок, он реально убивает вещи. А вот эти порошочки жидкие, они сохраняют, наоборот. Я уже сто лет не стираю, потому что он только белье и полотенце. Супер, вообще. Короче, я купила в 77 рублей, все, буду тестировать. И еще я купила вот такое средство для унитаза, у меня как раз заканчивается Доместес. И я, короче, такая смотрю, думаю, надо какое-то средство взять в фикс-прайсе попробовать. И такая прохожу, и там написано 3 в 1, типа, не помню, как называется, что-то 3 в 1. Такая думаю, о, надо взять. Дальше иду, потом такая, 8 в 1. Думаю, не, вот это круче, надо взять. Дальше прохожу, черный такой, 10 в 1. Думаю, ну зараза, 10 в 1 выиграл. Короче, здесь для всего. Для унитазов, для раковин, ванны. И дезинфицирует, убивает микробы, налет устраняет, мыльные потеки, плесень, жир, отбеливает, дезинфицирует поверхности, лимонная свежесть, содержит хлор. В общем, серьезная вещь. И сегодня я залила свой унитазик перед ледяным приходом, чтобы все продезинфицировать как следует. Я вам скажу, что, ну, нет у него там, конечно, аромата, знаете, цветов, ну, он пахнет вот как Доместес, да, но, ну, как бы, приятный, не воняет, так что пипец. Тут написано хлор, он хлором не меняет? Нет, ну, чуть-чуть запах есть, всего этого. Ну, я люблю иногда, знаешь, запах хлора, потому что это запах чистоты, блин. Запах детства. В детстве не было до меня. Запах чистоты и запах дезинфекции. Ну, это ж приятно. Ну, да. Вот. Блин, еще мицеллярка у меня. Я взяла новую. До этого у меня была обычная мицеллярка, вот сейчас три в одном. О, кстати, я такую еще не тестила, нет. Ну, я потом. Ну, да, мы сейчас с тобой попробуем запах только, и все. Приятно. Очень даже приятно, свежий такой. Да, приятный. Объем такой хороший. Объем хороший. Бережно удаляет макияж, очищает, увлажняет. Для лица, глаз и губ. Гиалурон комплекс масла ЖЖБА. Я думаю, что он может удалять и, знаешь, что? Если он с маслом ЖЖБА. Губные, твой калий. Ну, вот эти, да, как оно называется? Скажи. Ну, суперстойкие помады. Да, и водостойкий макияж. Вот. Ну, короче, будем пробовать. А, кстати, давай попробуем. Может, есть масляное такое штука? Штука такая масляная. А ну-ка, где наши ватные диски? Вот они. Ну, да, вот сильной масляной пленки есть, но, в принципе... Ну, ощущение приятное. Увлажнение есть такое, да? Вот, кудри и потрогай. Мягенько. Увлажняет. Мягенько. Но кожа приятная ощущение. Мне кажется, что прикольная вот эта вот, честно. Она и выглядит достойно, да, мицеллярка. Я вообще все время мицелляркой пользуюсь. И я беру ее только в экспрессе. Вот эту вот. Еще потом в этом, в инстаграме смотрите, оконечный отзыв там. Что у нас? В конце, кстати, мы еще кое-что из еды попробуем. Там чуть-чуть есть. Та-дам! Да, декоративное украшение. Это ты по поводу еды? Та-дам-та-дам. А, то, что блестит. Я думала, ты кушать хочешь. Короче, да, взяла на фон, не знаю, были там золотые и были еще какие-то. Хорошо, что белый такой селебный. Да. Кстати, там, где я брала, он был последний, я его забрала. Зашла в другой фикс-прайс, и там их было море вообще. Я вот, кстати, сейчас сижу, смотрю и думаю, вообще, насколько фикс-прайсы, блин, разные. Я ничего этого вообще в своем фикс-прайсе не видела, реально. Я тебе более скажу. Кроме, наверное, мицелляр. В один фикс-прайс я вообще не советую ходить. Ходите всегда минимум в два фикс-прайса. Я зашла в один фикс-прайс, все это взяла. Кстати, вот этот фикс-прайс был на ЖД вокзале. Я туда не хожу почти, но просто я там была недалеко и зашла. Вот. А вот сейчас еще зашла в другой фикс-прайс, и уже нашла там совсем другое, что я не видела в том фикс-прайсе. Мало того, что они по-разному товар кладут, то есть ты можешь реально что-то не видеть, а в другой фикс-прайс зашла, и ты все видишь. Думаешь, ля, это там не было, оно было, просто лежало не так. Ну, возможно, да. Вообще, у меня неплохой фикс-прайс, но просто либо я не усмотрела столько всего, ну, да, думала столько всего не усмотреть. Ну, да, не, может что-то есть, может нет. А ну, давай посмотрим. Не, ну так не видно, наверное, будет. Маленькая совсем. Ну, все равно. Но у меня вот там вот красиво, когда, знаешь, много всего лежит, у меня вот там, да, полочки, что-то подсвечивается, да. Не, классный, да, такой вообще. Прикольно, да, я решила не жалеть на него 199 рублей. Очень дорого, мне кажется, так бы подешевле было бы получше. Дорого, 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 богато. Ну, и вот, последняя вещь, ой, нет, не последняя, ё-моё, ещё что-то есть. Что это? Что-то прикольное, спрей для волос увлажняющий. С улиткой. С улиткой? С секретом улитки и гиалурону секретом. Секрет улитки. Ну, секрет улитки, да, вот эта вот эссенция. Штука, да. Штука глубоко увлажняет, защищает от пересыхания, укрепляет волосяные луковицы. Ну, что мы можем здесь попробовать, да, это только когда я уже на своих волосах попробую. В инстаграме, в сторис вам обязательно скажу. Мы попробуем сейчас запах. Мне нравится. Запах такой вот свежий, чё-то, чё-то, цветочный, огуречный, огуречный, да? Огурец. Точно, огурец, да. И теперь мы попробуем просто что? Ну, например, я не знаю, на ручке. Мелкое распыление, хорошо. Масла нету. Запах классный прям. Запах классный, да. Ну, то есть это я на себе попробую, а потом уже вам скажу реально в инстаграме. Поэтому, кто ещё не подписан на мой инстаграм, обязательно туда приходите. Там-то всё вообще онлайн 24 на 7. Иероглифы нарисовали, я не пойму. А, давай посмотрим, кстати, производство чьё. Такая замануха на самом деле конкретная. Видишь иероглиф и думаешь, а, походу корейская, надо брать. Ну, да. А потом она раз и не корейская. Ну, да, это Россия. Российская производство. Там Москва, что-то. В общем, ладно, затестим попозже. Так, ну и не из еды. Смотрите, какую игрушку я взяла. Мой Денька обожает мыльные пузыри. И тут игрушка весёлой пузырики. Так она ещё как-то интересно крепится, да? Да, мы сейчас откроем её. Купайтесь с весёлыми пузыриками. Денька вообще с ума сойдёт от такой игрушки. Класс, мне с ума очень интересно. Вау, у тебя же тоже малышка. Да. Мы сюда заливаем, вот сюда. Да, да, да. А отсюда пузыри начинают фигачить. Ой, Денька, с ума сойти. Ещё и звук какой-то. Ну, наверное, музычка играет, да? Да. Но это в ванне, я уже вам покажу потом всё. А ты, когда придёшь, на мой уже будешь видео смотреть, потому что это я потом уже с Денькой буду играть. И сниму, вставлю сюда. Короче, вот это супер на мой вообще класс. Если оно действительно работает, круто, то... Денька охренеет! И стоит всего 199 рублей. Вот это вообще стоящая вещь, мне кажется. Главное, чтобы работала. Вот, вот так они выдаваются целой грядкой. Это пузырики. Я думала, они выдуваются. Знаете, как дуешь мыль на пузыре, оно типа в разные стороны. А оно идёт вот такими гроздьями. Ну вот, отпускаешь и всё. Нажимаешь опять. И оно опять начинает. Без звука. Как видите, музыки нет. Но я думаю, Деньке понравится. В любом случае... Ой! Зафиксировалась. Короче, ещё надо довести до совершенства такую игрушку, но в целом прикольно. Так, ну и ещё осталось кое-что попробовать из еды. Во-первых, бери стаканчик. Фикспрайсовский? Нет, это я в Гламарте брала, по 28 рублей всего. Красивенький, да? Никак не могу отодрать только плёнку вот эту. И так, в Фикспрайсе появились новые акваминерали, черешня газированная и яблоко там есть, или груша. Ты пробовала? Нет. Мне интересно, что вообще за что. Акваминерали вроде нормальная такая. Да, это хорошая вода. И что они решили там сделать? По чуть-чуть налью. Ой, ну что за нас, чтобы в лифте больше не застревало. Запах черешни. Какой-то химозы нет? Не, ну она-то химоза в любом случае. Это все химоза и газировка. Ну, так приятная. Ну, она, знаешь, какая-то как не до Кока-Кола какая-то, да? Я вообще не пойму, не до что-то это. Просто вот какая-то дешёвая газировка, е-богу. Ну, она такая слегка-слегка, такой привкус. Хотя даже не слегка, такой средний, да? Ни слабый, ни сильный какой-то, а средний. Да, не сильно сладкая, газированная, с привкусом черешни. Ну, для меня прям конкретно краситель. Вот прям я конкретно краситель чувствую. Может быть, это только я? Мне не нравится. Ну, да. Я вообще не любитель этих газировок. Лучше обычную, Покопат. Обычную. Буду. И всё. Так, и ещё кое-что есть? Сейчас приду. Давай попробуем сначала. Я что-то новенькое увидела. Написано ГОСТ. Сгущённые сливки с сахаром отборные. Я подумала, что надо взять такую вещь мне именно для... Знаешь, ну, кофе я же пью, люблю. Это вот сливки, там что-нибудь такое. Я думаю, что это что-то подобие сгущёнки. Не знаю, сливки написано. Сливки большими именно. Да, но сливки сгущённые. Я не знаю, как это было. Может, ты можешь? Пустая сгущёночка. И ещё вот такие взбитый крем. Взбитый крем, тоже сливки. Но это тоже, я подумала, я делаю латте, знаете, такая... У меня праздник утром. Так, смотрите. Смотрите, да, всё, здесь запечатано. Мы сейчас открываем. Бери там ложечка. У тебя должна быть две ложечки у тебя, две у меня. Видишь? Ага, вижу. Чтоб чистыми ложечками залезли, чтобы оно не пропадало у меня. О, это сгущёнка! Но вид, да, как будто сгущёнка. Ну-ка, давай. Ну, сгущёнка такая конкретная плотная, вот как я вам говорила. Чё, прям вкусно. Я же просто фанатик сгущёнки. Да? Я не знала. Всё, второй ложкой раз, нельзя. Можно чистый. Блин, класс. Я куплю... Вот такого я тоже не видела. Ё-моё, что у меня за фанатик? Холодильник, смотри. Короче, это... Это... Я тебя налью потом из холода. Холодильник, смотри. В холодильник, смотри, да. Конечно. Ну да, это чистая сгущёнка. Классно. Но какой-то сливочный привкус остаётся. Или у всех сгущённых такой. У всех. Ну, может... Нет. Да, наверное, да. Она более, наверное... Более концентрированная. Прикольно. Мне кажется, наоборот, она менее концентрированная. Сливки. Она более жирная, мне кажется. Да? Ну, там, не знаю, 352 кг. Нормально. Громовенько. Ну, давай попробуем ещё вот эти. Взбить такие. Надо взбить. Да, можно тоже ложь. Я думала, мы сначала сливки попробуем, а потом и полить. Так. Что страшно, давай надейте. Осторожно, да. Над стакан. Она открыта? Ну, а как её открыть? Я же не знала. А как её открыть? Там не написано... Не нарисована стрелочка. А, подожди. А, сначала что-то вот здесь. Вот. Вот так сначала открываете, а потом нажимаете. Давай. Выше. Ва, всё. Ой, как красиво. Красота. Красиво. Как же красиво, да? Да. Пахнет сливочным. Воздушные сливки. Причём не сильно сладкие. Твоему красивому кофе. Ага. Всё, будешь? Нет, я другие сливки. Ну, я тебе в стакан сейчас налью, тогда поешь. Так. Ну, в принципе, и всё. Наше видео закончено. Что Ленок скажет? Чё тебе больше всего понравилось? Зачем ты пойдёшь в фикс-прайс? Чё ты себе купила? Я, ну, конечно же, однозначно пойду в фикс-прайс. С золотыми с сливками. С сливками. Так, ну, помимо сливок, конечно же, я, как великий испытатель, я пойду куплю вот это вот. Не знаю, в этот раз, в следующий раз, в общем, когда мне попадётся на глаза, я, естественно, прихвачу это с собой. Ну, может, не это, что-то подобное, но ты испытаешь, а мне тогда неинтересно уже будет. Ну, ты другое. Нет, если оно будет классное, то это не надо будет испытывать, просто нужно будет брать. Вот. Скорее всего, я возьму ещё вот такую ласку, потому что ребёночка для ласки своей, да? Нет, дело не в ребёнке, я ещё пока стираю детским. Нет, я имею в виду, у тебя большая ласка-мама, а это ласка-дитя. Вот такую штуку, мне кажется, её с собой брать удобно, если что, куда-нибудь загинул. Вообще классно. Мне так понравился этот дизайн. А вот это, когда подрастёт, да? А вот это, когда подрастёт, да. Ну, всё. Корзина мне, в принципе, понравилась, но у меня есть. А коробка для игрушек, ну, ещё рановато. Для девочек нет пока, к сожалению. Но, может, пока Маруська подрастёт, появится. Ой, а мне понравилось всё. Я реально всеми покупками довольна. Единственное, я уже говорила, в фикс-прайсе, но реально уже космос цены, уже в Галамарте, мне кажется, дешевле. Кстати, да, я тоже замечаю, что фикс-прайс... Я потратила, я зашла в два магазина, я в одном потратила 1800, по-моему, а в другом 800, если я не ошибаюсь. Нормально вообще? Больше 2000 я на всё это делала. А начиналось всё с 35 рублей. Начиналось вообще ещё 5 рублей фикс-прайс, я помню. В Твери был, да, всё по 5 рублей фикс-прайс. Точно, только я это видела на улице сначала, всё по 5 рублей. Просто стояли люди, а потом вот начались эти фикс-прайсы. Да, да, сначала на улице были, потом были вот в Твери, я помню, такой ларёчек был, там, типа, всё по 5 рублей, по 15 было рублей, по 10, по 15. И вот оно вот так вот росло, росло, росло. Все, мои хорошие, ну что, напоминаю, что Лена у нас блогер, радуйтесь, ссылка на ее канал под видео, скоро у нас будет супер-мега большой конкурс со всеми нашими девочками, Лена снимает практически все то же самое, что и я, и Фикс Прайс, и обзорчики, и будет придумывать новые какие-то рубрики, поэтому я думаю, что всем вам будет это интересно, актуально для нас, для девочек, обязательно подписывайтесь на ее канал, поддержите ее лайками, и, потому что для начинающего блогера это всегда очень важно, приятно, чтобы больше у нее было силы и энтузиазма что-то делать, а вообще она молодец, очень быстро освоила программу, в общем, впереди у нее на самом деле еще много забот и хлопот, да, все, на мой канал тоже подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, пишите в комментариях, вообще что-нибудь пишите нам интересненькое по поводу покупочек, ну и давайте ваши советы, если что-то мы не поняли или сделали что-то не так, большое вам всегда спасибо за ваши отзывы и комментарии, и напишите, как нам в паричках, как нам, идут ли эти цвета, покрасится ли мне в розовый, а Леню в голубой, ты бы выкрасилась в такой цвет? Не пойми, никогда, ну вот парик, все, люблю, целую, пока-пока! Так, и теперь подожди, стой, стой, а, обложка, обложка, это вот ты будешь делать в будущем, я обложу, так, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok